Давид Гендельман, военный эксперт Израиль, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас накануне заявил о необходимости перехода к политическим действиям, я процитирую, для прекращения израильской оккупации и достижения мира. Это его слово. И он также призвал израильские власти предоставить газе воду, электричество, открыть гуманитарные коридоры. Что можете сказать? Что это за смена риторики? Или это просто какой-то отвлекающий маневр? Это не смена риторики. Махмуд Аббас с самого начала это заявлял. Тут следует подчеркнуть. Махмуд Аббас – это глава палестинской автономии, партия ФАТФ. Он сам по себе не относится к Хамасу. В Газе Хамас делает то, что он делает, не ставя, скажем так, не привлекая Махмуда Аббаса. Махмуд Аббас все это с самого начала, всю эту операцию не поддерживал. И он, в принципе, говорит то же самое, что с самого начала. Тем временем власти Израиля заявили, что тотальная блокада газа будет продолжаться до тех пор, пока Хамас не отдаст всех заложников. Тем временем система здравоохранения сектора близка к краху. И по словам представителя Минздрава, Палестины, в отделениях интенсивной терапии. Больше вообще нет мест для новых пациентов. Международный комитет Красного Креста заявил, что больницы в Газе рискуют превратиться в морги, поскольку они лишены электричества. Какие ваши прогнозы по обмену заложников и возвращению в Газу воды, света? В данный момент официально переговоры по заложникам не ведутся. Хотя понятно, что закулисный обмен информацией через вторые-третьи руки идется. Насчет блокады в целом сейчас идет война. На любой войне, само собой разумеется, что противнику не поставляют воду, электричество и прочее. И само то, что почему-то Израилю предъявляют другие требования, это просто показывает, что к Израилю не хотят относиться к другим нормальным странам. Цахал вчера атаковал аэропорты Алеппо и Дамаск. Об этом сообщают сирийские медиа. И вот, по их данным, оба аэропорта прекратили свою работу. Также, по некоторым данным, самолет министра иностранных дел Ирана повернул обратно в Тегеран на пути в Сирию, как раз вот из-за обстрела в аэропортов. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Информация подтверждена. Это один из очередных авиаударов израильской авиации в Сирии по иранским объектам и по иранским грузам. Именно поэтому удар был нанесен по аэропортам. Туда перебрасывалась очередная партия вооружений из Ирана. На счет иранского министра иностранных дел он вместо этого уже прилетел в Бейру. А была какая-то реакция из Сирии на это еще? Как обычно, особой реакции нет. Это не первый и даже не десятый. На пути борьбы Израиля с террористами Хамас стала новая опасная угроза. Это Хезбалла. Об этом пишет Блумберг. Израильские официальные лица предупреждали, что наступит день, когда бойцы Хезбаллы вновь сосредоточатся на их стране, получив значительный боеопыт и лучшее вооружение. Какова, по вашему, вероятность угрозы со стороны Хезбаллы на севере сейчас? Из-за того, что вероятность сейчас считается высокой, именно поэтому была проведена такая массовая мобилизация резерва армии обороны Израиля. Больше 300 тысяч резеристов на газу только не нужно. Очень большая часть брошена и уже развернута на севере. Именно на случай начала большой войны с Хезбаллой. Там проблема, кроме прочего, в том, что даже если не будет предварительно намерения Хезбаллы начать большую войну, из-за того, что в последние дни на северной границе происходило уже много мелких инцидентов, может произойти так называемая мискалькуляция. То есть мелкий инцидент, наш ответ на него, их ответ на наш ответ. Так, слово за слово мы можем выкатиться к большой войне, даже без того, чтобы кто-то заранее решил начать большую войну. Именно поэтому туда переброшены уже большие силы, приведены в максимальную боеготовность, как наземные силы, так и ПВО, и прочее. Дальше посмотрим, разумеется, оценка намерений противника хочет он или нет. Начинать войну в этом мы уже на примере Хамаса увидели, что не всегда стоит надевать на голову противника свою логику. Но в плане готовности, как минимум, сейчас с израильской стороны боеготовность к этому максимальна. Ну, Хамас, говорят, намного сильнее, чем Хезбалла, и более организован. Хезбалла намного сильнее, чем Хамас. Военная возможность... Хезбалла, чем Хамас, да. Военные возможности Хезбаллы на порядок превышают военные возможности Хамаса. Именно поэтому сценарий многотеатровой войны рассматривается в израильском генштабе. В случае войны на несколько фронтов основным фронтом должен быть северный. Но пока там еще большая война не началась. Пока война идет в Газе, но все меры на случай начала большой войны на севере уже приняты. Как я уже сказал, силы развернуты, боеготовность максимальная. Бывший глава аналитического отдела израильской военной разведки Йоси Купер-Вассерман считает, что Хамас специально пытался создать такое впечатление, что он вообще не намерен нападать. Боевики воздерживались от каких-то массовых атак. Делали вид, что не заинтересованы вообще в новой войне с Израилем. В то же время, все это время, тайно разрабатывали план нападения на страну. И вот по словам эксперта, Израиль должен понять, что если закроют дверь, Хамас войдет через окно. Именно это боевики и сделали. Как бы вы прокомментировали вот эту версию вторжения? Версия, это именно так и было. Провал разведки в данном случае был по двум направлениям. Во-первых, не была вскрытая непосредственная подготовка к операции. Во-вторых, была ошибка в оценке намерений противника. Действительно считалось, что после трени последней недели между Хамасом и Израилем, Хамас получил то, что он хотел. То есть различные экономические преференции. И считалось, что на данном этапе Хамас получил то, чего он хотел. Он не заинтересован сейчас в эскалации, не заинтересован в войне. Часть из этого следовала из дезинформационных мероприятий, которые проводил Хамас. В том числе, видимо, переговоры по прослушиваемым телефонам. В том плане, что сейчас мы пока ничего не планируем. Здесь была именно ошибка в оценке намерений. Потому что возможности и даже все эти учения Хамаса по захвату израильских населенных пунктов, они проводили открыто. И это даже показывали по телевидению. То есть, что они, в принципе, когда-нибудь в каком-то будущем собираются делать, было понятно. Это не было секретом. Ошиблись именно в оценке намерений, что прямо сейчас вот они планируют эту операцию. Ошибка была. Скажите, а вот в этих учениях, которые, вы говорите, проводили открыто по телевизору, показывали инструкторы, кто там были. Была информация, что даже инструкторы Вагнера там присутствовали. Учили, как проводить именно штурмовые действия, как взрывчатку сбрасывать с беспилотников. Это пока неподтвержденная информация. В принципе, очень многое на эту тему следует из того, что люди, возможно, не совсем представляют возможности самого Хамаса. То, что он сделал на самом деле, не представляет из чего-то особенного, что сам Хамас бы не мог сделать. С другой стороны, Хамас много лет получал фрукторскую, техническую другую помощь от Ирана, их из Балы. Это уже, скажем так, вполне серьезные ребята еще до всякого Вагнера. И, в принципе, то, что сделали подразделение НУХБА в ходе этой операции, они, в принципе, могли сделать это и сами, без всяких инструкторов Вагнера. По крайней мере, на данный момент нет никакой подтвержденной информации, что Вагнер непосредственно там тем или иным образом участвовал. Пока это теоретическое рассуждение. Цехал скидывает над Бейт Лахеев в секторе Газа листовки с призывом к людям покинуть свои дома. Я процитирую. «В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и уйти в убежище. Цехал не заинтересован в причинении вреда вам и членам вашей семьи. Любой, кто находится рядом с террористами Хамаса, подвергает свою жизнь опасности». Говорится вот в тексте этой листовки. Раньше Цехал применял такую тактику, она называлась «стук по крыше». Сначала сбрасывался небольшой боеприпас без взрывчатки, а потом уже наносились какие-то удары масштабные. И это делалось для того, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения. Теперь я правильно поняла, такая тактика не применяется? Применяется в более ограниченном виде. Кроме того, продолжается тактика, скажем так, телефонных звонков, чтобы жители освободили территорию. Также листовки. Но, в принципе, в общем и целом предпринимаются все меры для снижения количества жертв среди мирных граждан. И сегодня утром армия обороны Израиля обратилась ко всем жителям северной части сектора Газа, то есть город Газа и окрестностей, чтобы они все эвакуировались на юг. И армия обороны Израиля передала эту информацию также организацию объединенных наций, отвела 24 часа на эвакуацию. Все это делается именно для того, чтобы уменьшить количество мирных жертв, потому что в увеличении такого количества Израиль не заинтересован. Скажите, а боевики будут выпускать женщин, детей, или они могут их удерживать в качестве такого живого щита? МАС уже официально заявил, чтобы никто никуда не эвакуировался. Это вражеская пропаганда. Сидите на месте. МАС именно предпочитает иметь мирное население в качестве живого щита, чтобы никто никуда не уходил. Такой еще вопрос. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости пересмотреть отношения с Ираном в свете поддержки Тегераном группировки ХАМАС, нанесшей удары по Израилю. Что, по-вашему, может измениться в этих отношениях? Есть вопрос, насколько, скажем так, предыдущий курс, насколько можно примирение с Ираном действительно изменится. Пока это только слова, но, в принципе, ХАМАС не просто так заявляет сам, что он все это сделал сам, без иранской или другой поддержки, потому что Ирану сейчас невыгодно, чтобы его обвиняли в прямом участии в том, что произошло. Но дальше посмотрим. Пока, как минимум, на уровне декларации мы действительно уже начали видеть заявление пересмотры отношений с Ираном. Но все это пока в начале не факт, что это действительно к чему-то приведет, потому что, в конце концов, весь этот курс на сближение с Ираном тоже имел под собой те или иные интересы. Евросоюз строит водопроводы в Палестине, но, похоже, ХАМАС использует для создания самодельных ракет. Об этом сообщает The Telegraph. Да, вот видео. Еще в 2021 году вот это видео появилось, и боевики раскапывают в пустыне трубы и делают из них ракеты. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, ХАМАС делает это. Во-вторых, вообще, в общем и целом, можно сказать, ХАМАС, как де-факто правительство в Газе, он, скажем так, тратит очень большую часть бюджетов на военные нужды, в ущерб нуждам мирного населения. В данном случае мы здесь это видим в плане водопровода, но и во всем остальном. Если бы все эти ресурсы, которые ХАМАС вкладывает в те же тунны, или для боевиков, если бы они это вкладывали, скажем так, в экономическую инфраструктуру, или в социальную, или в другую жизнь, в Газе была бы совершенно другой. Но вся проблема именно в том, что для ХАМАСа главная война, и поэтому эти водопроводные трубы идут на ракеты, и вся остальная жизнь в Газе, поэтому так и выглядит. Глава комитета ХАМАС по связям за рубежом Али Баракова интервью рассказал о том, что у ХАМАС есть немало союзников, включая Иран и российские власти. Вот я хочу процитировать. Наши союзники это те, кто поддерживает нас оружие и деньгами. Это прежде всего Иран, который дает нам деньги и оружие. Есть также Хазбалла, арабские, исламские народы. Есть страны, которые поддерживают нас политически. Даже Россия нам симпатизирует. Даже русские прислали нам вчера утром сообщение. Россия рада, что Америка ввязывается в Палестинскую войну. Это ослабляет давление на русских в Украине, сказал Барак. А что вы могли бы сказать на такое заявление? Россия, скажем так, разумеется, поддерживает ХАМАС не так, как Иран. Но на политическом уровне мы не раз видели визиты делегации ХАМАСа, в том числе в Москву. И заявление российского МИД сейчас, после того, что произошло, тоже в прежнем Русле. Призываем обе стороны к держанности. То есть никакого осуждения действий ХАМАСа не было. То есть не сказать, чтобы это действительно был союзник. Но, скажем так, гораздо больше союзник ХАМАСа, чем Израиль. Еще такой вопрос. Власти Франции запретили проводить протестные акции в поддержку палестинцев, поскольку это может привести, цитирую, к нарушению общественного порядка. И вот об этом заявил министр внутренних дел Франции, Жеральд Дерманен. И в письме, направленном всем перфектом по всей стране, это письмо разослано. И полиция Парижа вчера вечером разогнала такую несанкционированную демонстрацию. Вот эти кадры. Что вы скажете по поводу таких мер? В принципе, сегодня объявлен день мирного джихада против евреев. И сегодня во Франции уже был случай нападения в школе. Убили как минимум одного учителя тоже на всем этом фоне. Понятно, что меры, которые принимает французская полиция, к недопущению таких демонстраций, которые могут вылиться от или иные акты насилия, в принципе, вполне оправданно. Мы видим, что акты насилия уже начались. Поэтому меры вполне можно понять. Давид, спасибо огромное. Спасибо за последнюю информацию, за вашу экспертную оценку. А зрителям напомню, Давид Гендельман, военный эксперт Израиль, был с нами на связи. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.